Сюда, блядь! Ииии! Ииии! Итак, я сейчас так необычно, модно и молодежно выгляжу, потому что хочу вам рассказать про Американу из Маунта. Те, кто ее уже пробовал когда-то, и она нифига не работает, можете перемотать это видео. Хотя нет, как раз для вас это видео больше всего и пригодится. Итак, Американу из Маунта. Техника, которую учат дети на своих первых занятиях. Техника, которую учат белые пояса на своих первых занятиях. И она у них работает на этапе белого пояса, пока они вдруг не узнают, что из нее очень легко выйти. Итак, упади, Саша! Итак, друзья, это Маунт. Если вы не в курсе, что это Маунт, нафиг не смотрите это видео и переходите на какой-нибудь другой канал, где вас научат делать хилл-хуки. Для тех же, кто знает, что это Маунт, мы продолжаем. Как-то с одним иностранным черным поясом у нас был серьезный спор. Американо. Это болевой на какую часть тела? Меня уверяли, что на локоть. И даже записали видео, где доказывают, что это болевой на локоть. Итак, локоть в ухо. Ручка прижимает его к полу. Тут самое важное, чтобы запястье было прибито к полу. Вторая рука подъезжает сюда. И дальше мне объясняют, что Американо болевой на локоть. И вот эта фигня не работает. Мы взяли ручку, положили свой локоть, выставили 90 градусов, забрались сюда. И часто я вижу на соревнованиях Ииии! 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 Все говно. Берем вариант проще. Итак, первое, что вам нужно знать, запястье должно быть прибито к полу. Запястье соперника должно быть прибито к полу. Моя ручка ладонской вверх выезжает сюда и доберет себя с запястья. Это вроде бы как все знают. Вопрос, где у меня вторая рука? Вернее, мое предплечье. Для всех, кто не в курсе, предплечье это рука от кисти до локтя. Мое предплечье находится максимально близко к его ребрам, то есть непосредственно находится под его плечевым суставом. Не где-то здесь. Вот здесь. Мы создаем валик под его плечевым суставом и в нем весь секрет. Можете просто проверить. Вы кладете ручку сюда, как вы привыкли, и кладете запястье соперника в пол. Фигня, ничего не работает. Вы кладете свою ручку под его плечо, прямо под плечевой сустав. И кладете ручку соперников в пол. И он уже чувствует дискомфорт. Вот вопрос в этом валике. Оп! Жалко, вы не видите выражение лица Александра. Помогите! Оп! Оп! Я прям чувствую, как напрягается его плечевой сустав. И это первое, что я хочу сделать. Мой локоть максимально близко к его ребрам, рука под плечевым суставом. И я просто двигаю ручку назад. Все! Это очень короткое движение. Нет никакого вот этого вот анонизма. Оп! Оп! Добавляю себе эффекты, как будто бы сбрасываю скорость на мотоцикле. Оп! И это все, что вам нужно. Но проблема в том, что Американо из Маунта действительно не работает в том виде, как я ее показал. Ну а теперь давайте разберемся, почему Американо из Маунта не работает. Я выхожу на Американу. Я знаю, как ломается рука. Я знаю, где больный, куда положить валик. Раз, два, три. Взял замок. Но что делает Саша? Нет, Саша. Ну вот. Так ты замучился делать. Делай. Ну не сделай, я уже... Саша ставит упор мне в подмышку. Да. И делает туда мостик такой. Оп! Ну так себе Американо. Давайте еще раз. Я в Маунте. Я залезаю на Американу. Беру правильный захват. Но что делает Александр? Он делает вот так. Именно по причине того, что Американу из Маунта в этом виде легко законтрить, на ней все ставят крест. Но сделаем Американу великой снова. Make America great again. Как бы это ни звучало. Сделаем из нее действительно серьезное оружие. Итак. Раз. Я беру все свои захваты. Подбираю локоточек ближе к ребрам. Подкручиваю здесь. И теперь важно. Я сжимаю Сашу бедрами. И разворачиваюсь вот сюда. Беру крючок под его ногой. При этом плотно сжимая бедрами его корпус. Сейчас Саша вряд ли сможет сделать мостик в ту сторону. Да в любую не сможет. И именно эта позиция не дает возможности Александру сделать мост в мою сторону. У него тупо нет опоры. А уж тем более в сторону боли, то есть в сторону Американу. Саша, сделай сюда мостик. Мостик не работает. Итак. Я здесь. Плотно сжал его ребрами. Заправил один крючок ему под ногу. Хопа. И я лежу вот таким вот образом. Мой центр тяжести съезжает с его центра тяжести чуть в сторону. Моя задница ниже. Для тех, кто не понимает, что такое центр тяжести. Моя задница становится ниже, ближе к полу. Я буквально поднимаю его ногу. Мне не нужно, конечно, вот так вот выразительно ее приподнимать. Хотя да, я могу здесь сделать Саше неприятным. Но мне нужно просто ее здесь зафиксировать. Взять. Раз. Пам. Все просто. Очень короткое движение. И не надо вот этого вот анонизма. Пользуйтесь. Ну и вдогоночку. Американо одной рукой. Говорят, что эта техника работает исключительно у черных поясов. И то только в том случае, если они выполняют ее на белом поясе, который пришел на первую или на вторую тренировку в своей жизни. Но это не совсем так. Частенько бывает, что я нахожусь где-то вот в такой позиции. Не важно, в сайт ли контроле, в маунте ли. И одна моя рука находится под Сашей. И когда я пытаюсь прибить его запястье к полу, он прекрасно понимает, чем это пахнет. И прижимает свою голову так, чтобы не дать мне вытащить свою руку. Я-то хочу сделать... Расслабься сейчас, Саша. Я-то хочу сделать вот так. Но порой мне этого не дают. Сделать американу отсюда практически нереально. Ну как бы да, я могу здесь поднимать локоть. И это может быть сколько угодно. Я его могу поднимать. И даже Саша со своими больными плечами легко переживет эту невзгоду. Ибо даже невзгодой не является. Что делаю я? Внимание на замок. Я меняю захват. Раз. А ручку под головой я оставляю. Ну раз он так этого хочет. Моя задача отодвинуть его голову максимально от руки. А руку максимально от головы. И такое же короткое движение. Запястье стараюсь прижимать к полу. Итак. Мы здесь. Я кладу его ручку. Раз. Залез. Два. Пытаюсь высунуть свой локоть. Саша не дает. Раз. Два. Все просто. И никакая это не сказочная техника. Но давайте еще один бонус. Все та же ситуация. Я беру американу. Надо сказать. Один из моих любимых приемов. После пурпурного пояса. То есть до этого момента. Я любил очень всякие крутяшки, вертяжки. Вот эти вот штуки. Если вы посмотрите на мои ранние видео. Я много всякого такого трюкового говна показывал. Но. Американо это простое надежное оружие. Которое вы можете очень легко использовать. С первого вашего дня. С первой вашей тренировки. И собственно. Даже на этапе черного пояса. На самом высоком уровне. Просто нужно ее понять. Это оружие надежнее даже чем автомат Калашникова. Надежнее чем рогатка. Я бы сказал. Да бог с ним. Надежнее чем палка с гвоздем. И так. Ситуация такая же. Саша не дает мне вытащить руку. Американу доделать из этой позиции нереально. И все это знают. А кто не знает. Тот это узнал только что пару секунд назад. Но. Можно ли доделать американу двумя руками из этого контроля? Да. И это достаточно просто. Мне нужно встать в колено на животе. И доделать американу не меняя замка. Но для того чтобы мне встать в колено на живот, мне нужно хорошенько подгрузить челюсть Саши таким кроссфейсом. Да. За счет этого у меня поднимается таз. Сейчас еще раз. Раз. Я остановлюсь в колено на живот. И легко доделываю американу из этого захвата. Еще разок. Итак мы здесь. Идет типа борба. Я каким-то чудом оказался в сайт контроля. Опустил его ручку. Зафиксировал. Вышел на замочек. Локоточек подобрал максимально близко. И не идет. Я подгружаю Александра кроссфейсом. Ставлю колено на живот. И докручиваю американу. Сделайте свою американу великой снова. И да. Я планирую еще немножко рассказать о разных штуках, которые вы возможно учили на белом поясе и незаслуженно положили на самую дальнюю верхнюю полку. И все это валяется, пылится и в вашем понимании считается ненужным. Сдуем пыль со всей базы. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok